Нуржан Мукумов Здравствуйте. Нуржан, в принципе, сейчас с 21-го, получается, по 30-е августа проходит ОПМ «Дети в ночном городе». Расскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день результаты, ну и в целом про профилактические мероприятия. Здравствуйте. Еще раз. Согласно плана Департамента полиции, нами в период с 21 по 30 августа проводятся ОПМ «Дети в ночном городе». Цель данного мероприятия, то есть самое главное, это недопущение правонарушения в отношении несовершеннолетних, а также совершение преступлений несовершеннолетними. А также нами проводятся рейдовые мероприятия. Это мы проверяем ежедневно, кроме ОПМов. Также ежедневно мы проверяем парки, скверы, те места, где массовое скопление молодежи. То есть в течение дня, вечерами до поздней ночи проводим рейдовые мероприятия в целью недопущения каких-либо правонарушений. А с начала учебного года Ваша работа продолжится наверняка, потому что дети ведь по-прежнему будут обучаться дома дистанционно. Получается, в школу не будут ходить, а педагогов уже не будут слышать о том, в какое время нужно быть дома и так далее. Ну, здесь учебный процесс на дому. Соответственно, конечно, мы эту работу не прекращаем. Даже пусть это будет обычный учебный режим. У нас, соответственно, запланированы мероприятия. В связи с этим хочу попросить родителей, чтобы более следили за своими несовершеннолетними детьми, так как часто совершаются преступления, либо правонарушения при выяснении обстоятельств, когда выясняется, что родители даже не в курсе, где их дети были, в какое время они, где находились. В связи с этим хотел бы еще раз попросить родителей, чтобы всегда контролировали своих детей. Есть при этом для этого мобильные телефоны, когда можно позвонить и спросить, где ребенок находится и почему, в какое время он должен быть дома. Давайте напомним тоже. Конечно, мы напоминаем, мы ежедневно говорим, даже в учебном периоде, в период учебного периода. Мы проводим разъяснительные беседы с родительскими комитетами, с учащимися по нахождению несовершеннолетних. То есть у нас административная ответственность в отношении несовершеннолетних начинается с 16 лет, также уголовная с 14 лет. Хотел бы попросить родителей, чтобы следили за своими родителями, так как нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законов представителей вне жилища, согласно Кодексу по административным правонарушениям, предусмотрена статья 4.42, часть 2. Также есть у нас та же статья 4.42, это нахождение несовершеннолетних в увеселительных заведениях. Если в увеселительных заведениях без сопровождения законов представителей несовершеннолетних не может находиться после 20.00 часов. 20.00? Да, 20.00 часов. Вне жилища, то есть получается на улице, после 23.00 часов. 23.00 он не имеет права находиться? Да, без сопровождения законов представителей, либо опекунов. Несмотря сколько мы проводим лекции, беседы, однако у нас все равно имеют факты нахождения ночного времени несовершеннолетних. Вот подобрались. Сколько мы не проводили бы профилактические мероприятия, беседы, все равно у нас имеются факты, когда родители где-то не доглядели, где-то не проконтролировали такие моменты. Именно для этого организовываются такие оперативно-профилактические мероприятия, как дети в ночном городе. Какие результаты? И вот, может быть, все-таки о фактах расскажете? Потому что факты, они всегда наиболее, и примеры, они всегда наиболее наглядны. В какое время остановили, какой может быть участок или что-то, может быть, предотвратили? Или вот бывают массовые драки среди подростков, всегда они что-то выясняют? Одни из последних, может быть, результаты на сегодняшний день. Четыре дня, да, я так понимаю, прошло? Вот с 21-го числа у нас уже четыре дня прошло. На сегодняшний день, пятый день, вот, проходит. В период ОПМ, вот за четыре дня, то есть в органы внутреннего дела доставлено 235 несовершеннолетних, из них 217, то есть за нахождение ночное время без сопровождения законных представителей. 18 из них за совершение каких-либо административных правонарушений. Также по данным фактам составлен административный протокол, из которых 216 законных представителей, то есть родители, привлечены к административной ответственности. На первый раз, согласно кодексу, вот я ранее сказал, на первый раз предусмотрено предупреждение, если в течение года это повтор, в течение года, то в размере семи и месяцев расчета показателей налагается административный штраф. А сейчас это примерно какая сумма? Примерно. Сейчас, если у нас на сегодняшний день один МРП составляет 2778, это в пределах 15 тысяч тиге. Есть ли смысл платить такие деньги? Конечно, когда можно проконтролировать. Это все делается не в целях какой-либо выгоды, либо поднятия показателей. Это делается в целях детей, чтобы не допустить какого-либо правонарушения, либо с их стороны, либо в отношении них. Такие вот рейдовые мероприятия проводятся. Приведу пример. Буквально на выходные у нас в ходе проведения данного ОПМ была задержана группа несовершеннолетних, которые в ночное время гуляли. Это уже после 12? После 12, не после 23.00 часов. Даже не после 11 ночи. Да, после 12 гуляют. Ну, сейчас тоже можно понять, с одной стороны, карантинные меры снимаются потихоньку, смягчение. Но все равно... Последние каникулярные дни молодежь решила погулять. Молодежь гуляет. Да, соответственно, сейчас каникулярное время заканчивается. Те дети, которые были где-то в сельских округах, либо в других городах, они все сейчас съезжаются в областной центр. Как говорится, учебный сезон начинается. В связи с этим и молодежи, и несовершеннолетних стало значительно больше сейчас в городе. Так, ну, в принципе, в 10 уже все кофейни, все, в принципе, закрываются, поэтому до 11 они уж могут добраться до дома. Но, тем не менее, бывают и такие, да, в случае, когда после 12 ночи, опять же, они на улице гуляют. Ну, что говорят-то? Идем домой. Что делают они в целом? В основном гуляют, не смотрят на время. Это версия молодежи? Да. Так, версия родителей какая? Бывают даже такие моменты, когда после 20.00 часов они идут своих друзей поздравлять с днем рождения. Мы им объясняем, что есть время, им можно на завтра поздравить. Нет, они вот между собой договариваются. При этом бывают и родители даже в курсе, но, однако, хоть и в курсе, они, нарушая, как сказать, закон, отпускают своих детей без присмотра, без сопровождения законных представителей. Согласно кодекса «Браки о семье», законным представителем являются либо родители, либо опекуны. Братья, сёстры, близкие родственники, они не являются законным представителями. Вот ещё один такой момент, когда молодёжь с собой обязательно либо в кармане, либо в рюкзаке носит колючие, режущие предметы. Вот в период ОПМ были ли такие случаи? И что в данном случае грозит и детям, и родителям? Да, я добавлю. Вот вначале я сказал, какие у нас цели, задачи. И также в основную часть входит у нас выявление колючих и режущих предметов у несовершеннолетних, а также у взрослых. С начала ОПМ у нас выявлено шесть фактов, это три по городу и три в районных отделах полиции. По данному факту, если такие случаи выявляются, несовершеннолетние доставляются, вызываются родители, назначается экспертиза по данному предмету. Если оно является холодным оружием, то, соответственно, возбуждается уголовное дело, а если не является, то данный факт прекращается. То есть, получается, здесь уже предупреждение не действует, здесь уже уголовная ответственность? Да, ну, я еще раз повторю, если здесь подтверждается, то есть степень данного предмета, то ли относится он к холодному оружию, либо не относится. Такие факты тоже у нас, получается, были, если вы приводите три по городу и три по району, шесть и того за период ОПМ. Еще один момент такой, у вас есть пример такой еще более серьезный, ну, в принципе, наверное, наравне с колючь и режущим с изъятием. Можно привести пример, когда несовершеннолетние занимались продажей алкоголя и табачных, да, у вас есть? Нет, я поправлю. Не несовершеннолетние, а наоборот, им реализовывались. Им реализовывались, да, да. А, все понятно. Такие факты, да, тоже у нас... До закрытия магазина или уже после? Ну, несовершеннолетним, согласно законодательству, вообще нельзя продавать либо табачную, либо алкогольную продукцию. Алкогольную продукцию у нас до 21 года, табачные изделия несовершеннолетним, до 18 лет, но вот буквально в июне месяце у нас законодательство поменялось, новая статья, там 431. В ней указано, что вот сначала, вот с лета, с июня месяца, то есть получается, запрещается реализовывать табачные изделия лицам, не достигших 21 года. Какие цифры? В ходе ОПН нами выявлено 5 фактов продажи и реализации табачных изделий несовершеннолетним, а также 10 фактов, где реализация алкогольной продукции лицам, не достигших 21 года. За эти правонарушения у нас привлекается к административной ответственности индивидуального предпринимателя, где за реализацию алкогольной продукции предусмотрен административный штраф в размере 80 мрп. За реализацию табачных изделий предусмотрен административный штраф в размере 27 мрп. Также у нас бывают такие факты, когда допускают несовершеннолетних усилительное заведение после 11 часов. Данный факт у нас в период ОПН зарегистрирован один факт, где соответственно администрация привлечена к административной ответственности. Спасибо огромное. Цифры, конечно, мне кажется, достаточно удручающие. Родителям в очередной раз, мне кажется, нужно напомнить о том, чтобы они следили, потому что это в первую очередь их ответственность. Поскольку и платить штрафы вот эти огромные тоже им, и опять же, если что-то серьезное, тоже вся ответственность ложится на их плечи. Спасибо вам большое. Я напомню, что в эти дни до 30 августа проходят оперативно-профилактические мероприятия «Дети в ночном городе». И сегодня у нас в студии был Нуржан Мукумов, старший инспектор управления местной полицейской службы. Мы пригласили его для того, чтобы он в очередной раз напомнил родителям об ответственности, о том, что проходят помимо ОПН и рейдовые мероприятия, и которые продолжатся в период нового учебного года. Следите за своими детьми внимательно и будьте здоровы. На этом наша программа завершена. До скорых встреч.